Приветичи! Сегодня мы с тобой окунемся в сказку, но не простую, а темную. Тебе покажется вначале, что это довольно приятная милая сказочка, но на самом деле это не так. Это обман и игра называется The Dark Style, что в переводе темные сказочки. Что ж, поехали посмотрим на них, возможно нас будет что-то даже пугать. Жила-была одна девочка. Как-то ночью она тихо лежала в своей кроватке, а над ней беспокойно мерцала маленькая искорка. Много лет искорка охраняла сон хозяйки в самые темные ночи, и вот сегодня что-то не давало ей покоя. Призвав на помощь волшебную силу, искорка поднялась в воздух и полетела по комнате. Ей надо было собраться с мыслями. Искорка остановилась перед портретом своей хозяйки Алисии. Она посмотрела на девочку и, наконец, решила действовать. Ее милая, улыбчивая девочка попала в беду, но искорка знала, что надо делать. Ей только нужен был надежный помощник. Как хорошо, что она знала, где его искать. Миша, е-мое, подъем! Эй, косолапый! А ну-ка, подъем! Я даже предугадал ее фразу. Я уже слышал этот омерзительный писк. О, ты всегда такой милый! Я б тебя даже трогать не стала, если б не заболела Алисия! Что ты говоришь? Ну, передай, пусть не хворает. Эй, Мишка, не смешно! На счету каждая минута! Нашу Алисию заколдовали демоны сном! Ну, демоны заколдовали девочку. А я-то тут при чем? Это же Алисия! Это не ко мне. Знаешь, я всегда говорила, что ты просто эгоист. А она-то думала, ты храбрый герой. Так, слушай сюда, ты, насекомая. Что ты мне тут втираешь про демонов? Издеваешься? Эта твоя больная девочка бросила меня в сундук и крышку закрыла, не поморщившись. Если теперь ее кто и заколдовал, она разберется. Я в нее верю. А, ну да, все ясно. Отдавили Мишке больное самолюбие. И давно ты тут в сундуке? Год или больше? Забыла она про тебя, про бедняжку. И ты, конечно, надулся. Почему наша девочка перестала играть с тупым старым медведем? Раз сам не понял, давай я тебе объясню простыми словами. Ты жалкий, немытый, малодушный. А, хватит меня бесить. Выкладывай четко по делу, что там у вас случилось. А потом, будь добра, заткнись. Между прочим, на обиженных воду возят. В общем, слушай, медведь. Наша с тобой хозяйка Алисия спит мертвым сном. Потому что ее подсознание пожирают демоны. Чепуха какая-то. Ну ладно, предположим, пожирают. А мы-то с тобой чего можем сделать? Вот поверь мне, если бы у меня был выбор, к тебе бы я за помощью не... Давай ближе к делу, козявка. Ладно, ладно. Надо же, какой энтузиазм. В общем, слушай. Мое волшебство может провести кого-нибудь в мир снов Алисии. А ты раньше охранял ее сон от чудовищ. У тебя есть опыт. Ага. То есть ты признаешь, что Алисия лучше засыпала со мной, чем с дурацким мелким светлячком. Тебе бы хвастаться поменьше. Я это все к чему веду. Хотя ты уже старый, пыльный и никому не нужный драный медведь, в мире снов ты будешь ей самый лучший защитник. Ладно. А что делать-то? Убивать все, что движется? Примерно так. Ну, уговорила. Пойду я с тобой в мир снов. Разомну старые лапы. Лапы разомнешь? Ты, видно, не понял ситуацию. Да все я понял, козявка. Не хочу я быть ни для кого героем. Но чего только не сделаешь, лишь бы ты перестала жужжать по духам. Нервы и так не к черту. Тебе не понять, что делает с медведем такой срок в душном темном сундуке. Ну что, Мишаня, пошли разорвем там всех. Эй, ё-моё, я здесь. Я опасный, косолапый, ушастый и муржастый. Не знаю, что такое муржастый, но звучит. Главное, чтобы звучало. Чтобы прыгнуть, нажмите X. Двигайтесь вниз и нажимайте X, чтобы спуститься. Окей. Чтобы преодолеть препятствия, снова нажмите X. Вроде я пока соображаю, как играть на геймпаде. Все пучком. Возвращайтесь и попробуйте еще раз. Куда еще раз? Подождите минуточку. Ладно. Походу нам нужно тут все просто вот так вот. Так. Сюда не допрыгнуть, тут спрыгнуть. Бежим, бежим. Что случилось? Кто меня бахнул? Покажите мне эту карагазяблю. Я сейчас ее намотаю на свои усы. Хотя у медведей, по-моему, нет усов. Или есть усы? Не знаю. Я вблизи медведей не видел. Так. А, там карандаши. Я на карандаши сажусь. Все ясно. Теперь все ясно. Окей. Какая там стрёмная акула. Ты посмотри. Медали есть у нашей Алисии. Это хорошо. Значит, вот это перепрыгиваем. До меня дошло, что медведь плюшевый. Он на карандаши же не сядет. Весь пух иначе выпотрошится из него. Ого. О, у меня плащ появился. Я теперь супергеро. Я герой. Я супермен. Забавный скинчик у меня такой. Миша приоделся. Был такой голожопенький. Я теперь на стиле. А что, есть тут подкат какой-нибудь или еще что-нибудь? Ну, крутые какие-нибудь приемчики. Там плазма из рук. Ой. Ой, что это такое? Кишки какие-то. Кого там разве? Это ты суровый чел. Это красная шапка. Етишкин корень. Ты что такая борзая? Ты зомбарь, что ли? Что я чую? Ты кто такой? Полчим духом от тебя не пахнет. А может, ты заблудился? Ну, наверное. Ты только укажи мне дорогу. И я сразу пойду. Как неосмотрительно, друг мой. Тебе мама не говорила, что опасно сворачивать с тропинки? Ты руки-то свои убери. Теперь ты влип. Вокруг рыщут гнусные волки, которые мечтают разорвать тебя на части. И они уже взяли твой след. То есть, мне конец? Если хочешь спасти свою шкуру, спеши к дому моей бабушки. Ну, а ты дай хоть на ноги встать, и я сразу пойду. Да она сама как волк. Ага, чао-какао. Это вот это вот волк я... Красная шапка волчар уже стерзала. Мощь кивой. От него прям шерсть дыбом. Но от опасности мы не бежим. Мы будем драться. Правильно? Не тупи, косолапый. Сейчас самое время удирать. Нам нужно оружие, иначе тебя мигом сожрут. Слушай, ну эта козявка тоже права. У нас кроме наших косолапых лап ничего и нет. Пойдем. Пойдем, пойдем с тобой попрыг... А что это такое? Зеркало телепорта позволяет перемещаться по миру снов. А, все ясно. А может я не хочу перемещаться? Может я хочу дальше посмотреть, что там? Может вниз спустимся? Подожди, вниз же можно спуститься, да? Можно. И зря я походу это сделал. Ай! Понятно. Все, что такое кажется, как иголки, лучше до этого не прикасаться. Потому что оно опасное. Слушай, навряд ли мне сюда нужно. Тут прям вот все говорит, вернись назад. Не иди сюда. Тебя сейчас тут сожрут. Растерзает в пух и прах. Ну, а что я? Я вообще насрать. Я плюшевый. Ты, ты, это кто такой? Я тебе сейчас лапой дам. А, этот цветок просто махается со мной там. От ветра теребонькается там. Нет, нет, смотри. Хопа, прыжок. Хопа, на тебе. Я сдох. Я просто сверху хотел спрыгнуть на него. На этот ключик, который там крутился, вертелся. Да, походу нам нужно в зеркало запрыгнуть. Там будет по-любому оружие. И по-любому мы оттуда вылезем и по-любому наваляем этому волчаре. Как бы иных способов и вариантов у нас нету. Ладно. Значит, прыгаем в разбитое зеркало. Я всего лишь хотел попробовать. Ненависть. И что? И как? Или это просто вы находитесь здесь? То есть, в принципе, как бы, оно сейчас не работает, потому что я другие зеркала не встречал. Угу. Значит, я шел правильным путем. Ну, ок. Буду, значит, волчару этого сыкунического пса перепрыгивать. Ну, как бы, по-другому никак. Песель, песель. Опаньки, смотри, как я могу. И бегу, бегу, бегу. Спринтую. Он, походу, подмогу позвал. Один не справляется. Говорит, я сейчас братьюньков позову. А я сейчас убегу от него. А если он меня догонит, я через него перепрыгну. Перепрыгиваем. Вот так вот. Давай, беги сюда. Сюда. Давай, красавчик. Эй, краснопузо. Красноглазое. Кривоногое. Существо стрёмное. Ужасное. Опаньки. Давай. Опаньки. Да я тебе сейчас бошку-то замотаю. Она у тебя отвалится. Теперь я вот сюда. А это что такое? Да ну нафиг. Да ну нафиг. Я, походу, явно опасная какая дрянь. Перепрыгнем. Зеркало наблюдает за вашими успехами. Ну отлично. Я могу взаимодействовать с зеркалами? Нет, не могу. Спрыгнем вниз. А, погоди, это... Нет, я думал, это значит, как трамплин какой-то. Попрыгун. Но нифига. Ох ты. Ого. Больно так как. Но благо, вроде здоровья не отнялось. Ой, ты же сейчас по швам разойдешься. Ну ты не волнуйся. Постой секунду на месте. Поглотаю тебя волшебной иголочкой. Эй. А поаккуратнее нельзя? Подумаешь. Хамарик укусил. Не ноль. Ну вот. Все. Готово. Хм. Должен признать. От тебя все-таки есть польза. А то. Я даже сама довольна. Это не новость. Ты вообще самодовольная. Что там? Исцеление. Удерживайте Л-2, чтобы зашить раны. Спасибо. Значит, это козявки и крокозябры. Есть какие-то толки и пользы. Я зашел сюда и что-то тут сохранился. Какое свечение яркое. Но. Что-то я там сделал необъяснимое. Может, я отлил. В туалет забежал. Может, это комната WC. Знаешь, что так обозначается. Здорово, волчара. Красную шапку не видел? А если я ее сейчас позову? Сдоху. Наглый волк. Погоди. Можно еще вот сюда прыгнуть? И тут что-то есть. Да? А-а-а. Больно. Машки. Ляжки. Я сейчас тут откинусь. А у меня двойной прыжок есть? Погоди. Максимальная высота прыжка у меня вот. Но я туда не запрыгнул. Ладно. Не буду рисковать. Но так охота туда запрыгнуть. Но да, не буду рисковать. У меня один хп остался. Я люблю хардкор. А, давай подошьемся. Зашей меня. Спасибо. И еще можешь подшить? Не хватает ниточек для подшива. Ну, ничего страшного. Что это? Не подходи туда. Ножницы. Я вижу ножницы. То самое оружие. Мы его нашли. Трепещите, волки. Со мной ржавые ножницы. Ты что, их не узнал? Это же те самые ножницы, с которыми Алисии запрещали играть. Это самое опасное оружие в этом мире. Надо только чуть-чуть поколдовать. Ух ты. Ножницы избавили меня от этой мошки. И правда оружие невиданной силы. Не дождешься. Я всегда рядом. Вот, смотри, не порежься. Мое волшебство пробудило истинную мощь этих клинков. Давай, вытаскивай скорее. Так-то лучше. Другое дело. Теперь посмотрим, что у всех этих монстров внутри. Че там внутри кишки? Парные клинки. Ну, сложно назвать это клинками. Это все-таки ножницы. Просто ты их раздербанил. Но выглядит реально круто. Ножницы. Хоп. Так. Смотри, как я фехтовать умею. Реально сейчас подчикаем. Подчикаем этих волчар. Тут перепрыгнуть надо, иначе мы проткнемся нафиг. Опа. Все самое опасное. Я могу подкрадываться? Ну, давай, один на один. Сейчас-то я с тобой разберусь. Хоп-хоп-хоп. Перепрыгнуть не успел. На тебе, на. Прыжок. Прыжок. Под попу. Слушай внимательно, косолапый. Я вселилась в твое оружие и буду поглощать силу всех побежденных врагов. Так что никакой пощады монстрам. Я так и собирался. Будут мне еще всякие ножницы и указания раздавать. Ты лучше думай о цели. С каждым поверженным врагом мы будем становиться сильнее. Только так мы сможем спасти Алисию. Окей-токей. Будем, значит, всех на своем пути резать, разрезать и кромсать. Подожди, вниз можно спуститься, на. А нам туда? А вот это вот не пробить. Окей. И наверх еще можно зайти. Типа, вниз пойдешь, огребешь, поверху пойдешь. Может, и в сказку попадешь. Но это не точно. Ты что за тваринь такая опасная? Нано отошло. Ты его даже не поцарапал! И что делать? По низу идти. Давай я спущусь. По пузу ему. На, по пузу не получается, ну давайте. Но учитывая, что я его даже не поцарапал, он меня хотел сорвать. Ты его даже не поцарапал! Ладно, я отсюда бегу. Я бегу. Но какая животинка вредная, противная, ужасная, стремная. Жутковатая. Самый милашный здесь это я. Это медведь. Никого милашнее меня здесь нет. Мы спустились в какое-то подземное царство. Я вижу мышку летучую. А тут мне как бы вообще не перебрасывай. Мышка, мышка. Пс-пс-пс. А! О, тут открылась дверка. Ничего себе. Походу я того... Тот цветок немножечко смутил. Он вылез, а здесь распутал. Свои корни. И дал мне пройти. Снова смотреть запуталась. Привет, мышь. А, это не мой друг, милый. Я думал, мышки мне помогают. Слушай, ну я сейчас с тобой разберусь все равно. Мне нужно усилить свой меч. На тебя. Ну, налети на меня. Готово. Что-то сверху на меня смотрит. Словно паук. А, вот это его сердце. Хо-хо-хо. Эй, салапый. Хочешь узнать, почему я единственная и неповторимая? Не хочу. А можешь ты хоть иногда побыть неповторимой молча? Мы собрали достаточный сил, чтобы я улучшила наши навыки. Ну, надеюсь, это будет что-то стоящее. Не зря же я тебя терплю. Сейчас сам увидишь. Ох ты, дерево навыков у нас есть. Офигеть. И что мы умеем? Исцеление прокачать можем. И легкое оружие. Нужницы, с которыми запрещали играть маленькой Алисии, столикой колдовства, они превращаются в быстрое и смертельное оружие. Ну, в принципе, можно и прокачать оружие. Например, вот это вот. Давай прокачаем. Ускорение. Повышает скорость атаки легким оружием. Ну, нет. Скорость не нужна. А вот это что? Улучшение здоровья. Добавляет еще одно очко на шкалу здоровья. Вот. Вот это мы качнем. Очко здоровья дайте нам, пожалуйста. Поскольку мы то растение раскрошили в пух и прах, разрезали ему корневую систему, мы можем здесь спокойненько пролезть. Да. Мы здесь. Мы здесь. Привет. А с тобой я могу разобраться? Ага. Когда он шипы выпускает, не могу. Надо подождать, пока он будет ездить. Еще разок. Нет, не получается. О, получилось. Прикинь, я его загасил. Ха-ха-ха. Ну, будем знать теперь. О, паньки. Я, по-моему, еще глубже и глубже зарываюсь. Что это за лапа такая здоровенная? О, боги. Меня восхищает то, как ты режешь этих гнусных волков. Так приятно видеть в твоих глазах отражение моей собственной ненависти. Что это за чудовище? Это ты его убила? В одиночку? О, это царь волков. Он был силен. Но встреча с тобой так меня воодушевила, что мне захотелось тебя удивить. Чем, огромным трупом? Сюрприз удался. Нет, дружок. Я удивлю тебя иначе. Сюда! На помощь! Медведь убил царя волков! Вот мой сюрприз. Славная битва, которая утопит в крови темный лес. Ах ты, красная поганка! Что натворила-то? Все, я с ней больше не дружу. Я думал, типа, мы... Ой, е-мое! Я даже не успею сейчас их размотать. Ой, мне плохо, мне плохо. Нет, это рано. Да что ж, почему сверху на них нельзя прыгать? Готов. Изгорка, давай кахиль меня. Быстрее. Штопай. Давай еще разок. Вот отлично. Четыреха пашки мне хватит. А, здесь походу нам никак не выйти. Будем прыгать по трупику. Не, ну красная шапка, конечно, вообще отбитая. Нет, сюда тоже никак. Надо же по трупу. Или что, или что, или как. Или пока мы тут... На тебе, по носу твоему! Ай! Как же это беспонтово, когда нельзя на противника напрыгнуть, как в Маре или в других платформерах. Когда вот прыгаешь на противника, и он получает очко дамага, а ты, типа, отскакиваешь от него. Вверх сможешь? Вот сюда надо как-то запрыгнуть, но не могу достать. Может на лапу куда-то? А, во, 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 вот сюда. Все понятно. По жирку надо было пробежаться. Так. Алис! Фу, блин, Алиса, красная шапка, я иду за тобой. Волчары позорные. Каждый раз меня расшивает. Надо штопаться и штопаться. Ай, я просе-то. Опилки. Копилки у меня в башке. Так, можно чуть-чуть еще? Нет. Подхилиться не получится. Фух. Вроде мы оттуда убежали, волки нас теперь не преследуют. Но, если я сейчас упаду куда-нибудь в очень ненужное местечко, то мне будет хана. Вот, например, пожалуйста, я утопился в воде. Кто бы мог подумать, что плюшевая игрушка может утопиться в воде? Да. Это как-то прискорбно. Ну ладно. На ошибках учимся. Я знаю теперь, что медведи плюшевые могут утонуть. Ну, как бы тоже логично. Пух внутри намокнет. И все. И хана. Оп. Ну, японский световой день. Опа. Опа. Ай, ай, ай. Есть. Выкусила. Подмышка. Черт, давай. Запрыгивай. Нельзя в воде долго находиться. А то огребем. Да что ж такое-то. Ну, даже если ты ударился об нее. Ну, почему эта подмышка так быстро не вздухает, как хотелось бы. Все. Корни там распустились. Распустились. У нас там, кстати, очко умения есть там написано. Прокачайся. Ну, давай прокачаемся. В этот раз я ускорю фехтование. Потому что у меня чего-то этого ускорения дико не хватает. Ну что. Пойдем посмотрим, насколько я теперь шустрый стал. Ну, такое себе. Какой был, такой и остался. 27% мы прошли. Второе зеркало открыли. Всего их 4 тут, видимо. Ну, ванненько. Идем дальше. О, батюшки. Кто и зачем это сделал? Не знаю. Пойдем отсюда. Не нравится мне все это. Пойдем, конечно. Я тоже за. Кукольный домик, смотри-ка. Молодец. Ты все-таки сюда добрался. Красная поганка. Проклятая девчонка. Я наблюдаю, как ты сражаешься, и внутри у меня разгорается настоящее пламя. Хотя, погоди-ка. На этот раз пламя разгорается в лесу. Я не понял, что ты несешь? Ты превосходно сыграл роль приманки. Благодаря тебе сюда сбежалась вся волчья стая. И вся она погибнет. Осталось уничтожить последних, которые скрылись в логове. Ничего. Скоро этим поганым тварям придет конец. Ты психопатка! Все, улетел красный Бэтмен. Теперь Готэм может спать спокойно. Ну серьезно, это, блин, какая-то психопатка. Неуравновешенная девица. Что, нам походу вниз? Да, нам походу... Ааа, по шапке прилетело. Минутку. Надо остерегаться падающих, горящих обломков. Но в любом случае в шахту надо было спуститься. Кто в шахте живет? Гномы есть? Гномы выходите, если вы тут есть. Тут наверняка есть какие-нибудь, знаешь, эти секретные комнаты в этих шахтах. Может быть, мне стоит... Да, можно наверх подняться, а можно еще вот сюда вниз пройти. Ну, конечно же, я вниз пройду. В самые глубины этих земель. Я даже слышу, что тут кто-то есть. О! Подмышки! Бампирышки! Ну, давайте, идите сюда. Потрогайте мой клинок. Ну? Давай, 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 поближе подлети-то. Ничего, я за вами гоняться буду, что ли? Готово. Вот так вот только... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, как интересно меня собрали из капелек. Ну, что, давай еще разок. Не, не получается их так убивать. Поэтому я, наверное, пойду отсюда. Пойдем. Поднимемся наверх. Ну и... Как обычно. По стариночке. Пойдем крошить волчатину. Ну и, конечно, может быть, я сражусь в конце с этой красной шапкой. Поганкой. Бесячей. На тебе! Сейчас я тебя перепрыгну. Зеркало только отмечу здесь. Тут ничего нет. Не, вроде тут ничего нет. Опа! Готов! Конечно, готов. Ну, где же наши детки? Ну, где же наши ручки? Медведю аплодисменты. За два удара. Наконец-то в прыжке получается убивать этих летучих мышей. Давай. Нет, не получилось в этот раз. Сейчас я на нее как на... Ну, тоже так пойдет. Хотел на нее напрыгнуть. Потом понял, что не прокатит. Эх, не успел, не успел. Вот так вот. Е-е-е, я опасный зверюган. Пожестче волчар буду. Бойтесь меня, теперь я здесь король. Ножниц. Снова вода. Лучше ее перепрыгивать. Давай еще... Ну, блин, еще разок же можно было ударить. Жалко, деревяшку нельзя утопить. Есть. Хорошо, идем. Слушай-ка. Спокойненько. Вот это можно сломать, интересно? Нет, нельзя. Это что, кровать Алиси? Точно! Удивительное совпадение. Удивительное совпадение? Мы находимся в кошмаре маленькой девочки. И дорога ведет нас под кровать. Не нравится мне это. Старый ты трус! А ты безмозглая козявка. Но ругаться будем потом. Сейчас мы должны быть на чеку. Говорит, старый ты трус. Ничего, что она ничего не делает. Это я тут сражаюсь и разматываю все ее проблемы. Ну, точнее, проблемы девочки. Кошмарные, которые сны... Заболтался. Все. Короче, у девочки проблемы. Ей снятся стремные кошмары. Которые я пытаюсь превратить в нормальные. Не кошмарные сны. Ну, давайте, давайте, давайте. Маленькие красные дьяволята. Опа! Все. Козява, давай, шей меня. А то меня тут покромсали. Нормально пойдет, спасибо. Опа-аньки. Опа-аньки. Туда никак. Блин, тут наверняка есть. А, я уже научен. Да блин, а что, вот об эту фигню пяточкой случайно наткнулся, да, на иголочку. Так, нет, я туда не пойду. А-ха-ха-ха. Обдурил. Обдурил я эти иглы. Е-е-е. Все проходит как надо. Е-мое. Очень опасно. Куда это я? Здравствуйте, деточки. Тут есть стейник какой-нибудь? Нет стеночки? Нет. Не-не-не, спокойно, спокуха. Хотя можно туда вон куда-то проплыть, да? Но нет. Мы вроде как под водой-то плавать-то не умеем, поэтому не буду рисковать. А-а-а. В спину. На тебе. Комбо, давай комбо сделаем. Да что ж такое-то? Блин, сейчас из комбо меня сделают. Комбо-пигма какой-нибудь. Е-е. Ништяк. Обратненько сейчас... О, навыки есть. Отличное дело. Давай вкачаем дерево. Повышает урон легкового оружия. Конечно, вот это тогда и вкачнем. Теперь я еще зловеще и больше урона наношу. Это четко. Четко-четко. У нас все четко-четко. Можно и сюда вниз спуститься, смотри. Эй. Летучая мышь. Проверь мой клинок. Насколько он круче теперь лупит. Блинский. Я сейчас тут окачуришь. Тихонький, хахонький. Каконький. Саконький. О, что это такое? Вы получили новый навык. Доберитесь до зеркала сохранения, чтобы его активировать. Прикол. Прикол, прикол. То есть частенько надо заглядывать в такие какие-нибудь закуточечки. Тут всякого многого прикольного бывает. Ничего. Готово. Моего клинка. Отведать. Есть? Ну же. Мишань, ну че ты? Не расслабляйся. Готово? Тихо. Тихо. Перепрыгивай. О, как тут опасно-то. Смотри-ка. Там вон че-то интересное. Но я туда, походу, не допрыгну. Слушай. Да-ха. Допрыгнул ты, конечно. Блин, а внизу че? А если я вниз упаду? Тут ничего такого? Нет, тут вроде ничего такого. Поэтому ладно, я конечно попробую. Да. Уж. Все понятно. Все ясно. Давай-ка еще заштопаемся. Еще разок попробуем прыгнуть. У меня есть еще одна попытка. Короче, пока я лечу. Нет, так не прокатывает. Вот я падаю. Да блин, а как у меня прыгнуть-то там получилось? Не знаю. Как-то получилось. Как-то непонятно все выходит. Сейчас еще разок подожди. Надо это дело. Ага, вот ты спадаешь. О, получилось. Новая возможность. Неуязвимость в рывке. Это как? Тоже до зеркала нужно дойти, чтобы активировать, да? Так, самое беспонтовое, что у меня нет сейчас здоровья. Поэтому любой удар меня сейчас разнесет в щепки. Ох, ох, ох. А-а-а! Это было нелепо. Это было глупо. Ну, зато я сейчас у зеркала появлюсь. Меню снаряжения. Итак, что у нас тут есть? Берсерк, если у вас одно очко здоровья, вы наносите двойной урон. Конечно, это надо активировать. Так, неуязвимость в рывке. Дает неуязвимость... Ну, конечно же, это тоже сделаем. Только как этим пользоваться? Вот кто бы мне еще объяснил. Мне еще... Тут еще и скины медведей есть. Прикол. Ничего. В рывке это как? Как я могу активировать рывок? Кто-нибудь мне подскажет? Двойной рывок. Непонятно. Двойной рывок, давай! Давай! Взих! Вбих! Нифига не работает, у меня нет двойного рывка. Без понятия, как его активировать даже. Нужно обучение. Дайте мне книжку. Мануал почитать. Словно первый раз геймпад держу. Так, значит, 50% я прошел. Ненависть. 50%? Нет, туда никак. Что, босс? Босс! Сколько крови. Красная шапка, я сейчас биться с тобой буду, походу. А я ведь знала, что ты не погибнешь. Ну, спасибо за похвалу. И заодно за попытку убийства. Зал уже ждет нашего последнего танца. Осталось только украсить его твоей кровью. Я весьма польщен вашим приглашением, мадмуазель. У меня два хэпэзда. Кажется, я забыла упомянуть. Кровь делает меня гораздо сильнее. Да? А ножницы делают меня круче. Опа. Ядрен батон. Блин, телефон зазвонил, доставальщикам все дела. Отвлекся немножечко. Ладно, возвращайся. Ну, шапка, готовься. Сейчас я тебе жопу надеру. А, у нее тоже клинки есть, смотри-ка. Это что за Mortal Kombat пошел? Я не понял. Эй, выходи. Опа, аньки, видал? Что тут опасно было? Все, она меня кокнула. Блин, я-то думал, я ей жопу надеру. А она мне... А это она меня выпотрошила. Весь мой пух достала из моей тушки. Ничего, давай. Я знаю, что сейчас обраточка. Опа. Потом я на нее нападаю. Обаньки. Ну, я не достал. А можно пригнуться как-то, медведь? Ты нагибаться умеешь, нет? Прикинь, он нагибаться не умеет. Вот это подстава. Ну, где же ты, красотка? Мимо. Ну, в принципе, пока она там сидит, я могу на нее напасть. Клинки мои, которые быстрее ветра. Что-то как-то нифига не быстрее ветра. Ого, как она могет. Давай, медведь. Я верю в тебя. Мы сзади на нее нападем. Давай, перепрыгивай. Что, все? Я игру перерезал, что ли? Красная ша... О, ты рывок появился, смотри. Новая возможность, рывок. Где это я? Ты умер. И попал в рай для медведей. Че ты гонишь? Умер. Не верю. А на вид все такой же наивный. Хватит юлить, демониться. Говори, что я здесь делаю? Ты здесь, потому что убил одну кровожадную девчонку. И теперь я думаю, прикончить тебя или нет. Ответь на такой вопрос. Ты знаешь, кто я такая? Ну, идейная мстительница. А, понятно. Ты все забыл. Что забыл? Че, подружка моя что-то какая-то? Моя голова. Ты не уйдешь. Я с тобой еще не закончила. Так это кошка какая-то. Психованная. Тут все психованные. Один я нормальный. Подъем! Че ты орешь? После тяжелой битвы могу отдохнуть. Тихо, тихо, блоха летучая. Слышу я тебя. Наконец-то. Очнулся. Ты лежал без сознания. Что случилось? Спросить его полегче. Вроде все нормально было, а потом вдруг стало темно и что-то... Что-то пыталось меня убить. Ну ты даешь. Мало того, что мы уже внутри чужого кошмара. Не хватало нам тут еще твоих собственных. Ладно, нам пора идти. Алисия сама себя не спасет. Да понятно, что не спасет. Только я сейчас талантики прокачаю. Эх, что там у меня еще? Вкачать-то можно. Значит, рывок у меня теперь есть. Восстановление рывка могу вкачать. Улучшение здоровья. Ну давай восстановление рывка вкачаем. Че? Че? В смысле он не качается? Да вы обалдели. Дали рывок, а прокачать таланты по нему не могу. Что за дискриминация? Ладно, вкачаю повышенная скорость восстановления или шо это? Шо я прокачал? Повышенная скорость исцеления. Вот шо я вкачал. Погнали дальше, медвежоночек. Пупсичек. А, погоди, рывок. Да не... Хотя давай заштопаемся. Давай, штопай меня. И я рывок заюзаю. Ну-ка. Оу, нифига себе. Да я прям как этот. Как электромен. Здесь такие существуют. Круто. Юх. Офигенно. Вот это да. Ай да я, ай-то быстреган какой. Чё-то как-то неладно тут. Ура! Мы нашли выход! Ты уверена? Миша, беги быстрее, а то сейчас он обрушится. Голос маленькой феи прогремел под сводом пещеры, как оглушительный рев. Эхо гремело все сильнее и сильнее. И вот уже заревела сама пещера. Все вокруг тряслось. Стены ходили ходуном. Пещера рушилась. Мишка со всех ног побежал к свету, уворачиваясь от камней, грозивших упасть ему на голову. Он призвал на помощь последние силы и выскочил из пещеры за миг до того, как она окончательно обрушилась. Опасность миновала. Мишка с Искоркой оказались на зеленой полянке. Наконец-то свежий воздух! В кой-то веке я с тобой согласен. Я тоже очень рад, что пещера уже позади. Точнее, кровать. Точнее, короче, без разницы. Я тоже рад, ребят, я с вами. Ого, тут домик какой милый. Значит так. Наивность. Новая глава у нас началась. Тут можно как-то сохраниться? Нам бы уже пора бы и закруглиться. А это что за мешочек? Бабло, что ли? Золотые монеты? Или бобы? Это волшебные бобы. Ты что? Это же волшебные бобы! Волшебные? Еще какие! Это же дом того самого мальчика, который отдал за это сокровище корову! Сокровище? Хватит уже повторять, как попугай! Глупо менять корову на какие-то бобы. Да ты смеешься? Ух ты, е-мое! Вот что выросло из одного боба! Понял теперь, чего они стоят? Ну ладно, понял. Растут они неплохо. Слушай, просто интересно, что будет, если их съесть? Плохая идея. Эй, эй! Даже не думай! В них слишком много волшебной силы! Только последний дурак будет так рисковать! Миш, ты че? Сейчас через тебя прорастет. Вроде пронесло, да? Я думал, сейчас Мишу разнесет. Ты что сделал, глупый медведь? Ну, съел, боб. Чего такого-то? Я медведь. Меня кормить надо. Ты безнадежен. Ну ладно. Раз уж тебя не разорвало на месте, давай разбираться, что этот боб тебе дал. Итак, магический заряд. Удерживайте L1, чтобы зарядиться магией. Заряд усиливает следующую атаку. На дереве навыков есть для него усовершенствование. Заряд требует маны. L1? Где тут такая кнопочка? Подождите-ка. О! Ничего себе! У меня электрическая рука теперь есть! Круто! Так, где тут сохранялочка? Поблизости есть или я уже сохранился? Ладно, давай мы сейчас до первого сохранения. О, мышки. Ну что ж началось-то опять такое? Мыши, идите сюда. Вот это другое дело. Подлатать меня никто не хочет. Кажется, я норовился, наловчился. Бить своими ножницами по этим тваринам. О, а вот, кстати, зеркало. Я что-то смотрю. Это как раз такие сохранения. Мы сюда запрыгнем. Нет, не запрыгнем. Сюда тогда допрыгаем. Оп-оп. Короче, если тебе понравилась эта игруха и ты хотел бы увидеть продолжение, то ты знаешь, что нужно сделать. Поставить лайк под этим видео, подписаться, если ты еще не подписан на канал, и также на Яндекс Дзен. Ссылочки в описании будут, если что. Ну и мы увидимся с тобой в следующей серии. Или в следующем ролике. Так что, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok